или там с каждым периодом изменения в системе образования или столько нарастает, то вполне резонно здесь осмыслить, как можно использовать алгоритмизированные, автоматизированные системы обработки данных. Вот, в общем, по этому поводу и тема состоялась, да? Ну, скажем так, сегодняшнее наше представление, оно не только о том, как мы обрабатываем данные и как они появляются, сколько про то, как мы можем на основании этих данных получать новую информацию, выращивать какие-то интересные структуры. Это какое-то такое продолжение, а что нам дают методы моделирования на этом образовательном поле. Я так понимаю, что все уже видят мою первую страницу, которая здесь развернута перед нами всеми, и тема этой недели у нас сегодня вычислительная история, агентное моделирование. Я поэтому себе позволю по этому семинару прямо и двигаться. Вот. И сразу скажу, что не только содержание того, что показываю, но и сама площадка на самом деле доступна для совместной работы, и по этому адресу dgdmg.ru вы всегда можете на нее прийти, посмотреть материалы, которые там развернуты, положить свои материалы, если будет к этому желание. Ну и поэкспериментировать с тем, что у нас здесь находится. А я бы начал с того, что сам семинар и тема вычислительной истории, она восходит к понятию вычислительного мышления, которое я бы здесь таким простым определил. Совместное использование способностей, которые есть у людей, и возможностей, которые предоставляют им компьютерные системы. И это довольно давнее уже определение, которое давал еще Симур Пейперт, оно в последние годы в различных областях, то есть когда они начинали про него думать в конце 60-х годов, то это было на поле вычислительной геометрии. А потом это распространяется по естественным наукам, и в какое-то время возникает момент, когда сюда же попадает социальное знание, и появляется такой предмет, как вычислительная история, который, собственно говоря, основывается на тех данных, которые были собраны, и на тех компьютерных моделях, которые потом возникали и развивались на основании этих данных. Ну, из таких любимых мной понятий, которые здесь лежат, это понятие макроскопа, который Роснеф формулировал, как если раньше у нас были инструменты, которые позволяли либо смотреть на вещи, которые очень далеко, либо на вещи, которые очень маленькие, то макроскопы сегодняшнего дня позволяют нам иметь дело с вещами, которые просто очень сложные. И эти сложные вещи тоже можно картировать, смотреть, как они связаны между собой, но при этом нам приходится прибегать к инструментам, которые позволяют с ними работать. Ну, и одним из этих инструментов – это инструмент агентного моделирования, который развивается уже в течение многих лет. Мы с ним работаем уже, наверное, лет 20, но постепенно мы понимаем, что возможности его и становятся больше, с одной стороны, а с другой стороны, они становятся все более доступными и все более человеческими. Вот то, что сейчас, в принципе, любой человек может создать карту событий, которые происходили на земном шаре, любой человек может создать, в принципе, только карту, но и модель – это достояние сегодняшнего дня. И площадку, которую я показываю, пока выглядит как обычный текст, кроме того, что по ней можно бродить и уходить по ссылкам, в которые мы можем попадать внутрь отдельных статей, оно также интересно благодаря тому, что все понятия, которые здесь на экране возникают, они сразу могут быть подвергнуты сомнению и подвергнуты экспериментам. Если говорить про историю агентного моделирования, то, скорее всего, одной из первых работ как раз была модель Шеллинга по сегрегации. И то, что мы показываем на экране, это всегда возможность не просто говорить о том, что есть люди, которые предпочитают себе подобных и счастливы бывают только тогда, когда с ними много людей, сходных по интересам, цвету кожи, либо каким-то еще принципам. Но мы саму эту модель можем в любой момент здесь запустить и посмотреть, а что будет происходить на самом деле, если модель будет запущена с такими параметрами. Или если в том случае, если мы скажем, что люди будут стремиться к тому, что как можно больше рядом было людей, которые обладают схожим мнением, то, скорее всего, это разделение и дальнейшее разделение их по территории, где они живут, будет происходить дольше, но и приводить к другим последствиям. И сложнее будет осуществляться расселение людей по территориям. И таких моделей было на самом деле сделано достаточно много. И постепенно стал вырисовываться какой-то общий аппарат. Я, пожалуй, последнюю здесь модель образования стаи тоже покажу. Имея в виду здесь только одно, что мы всегда по отношению к этим моделям можем делать очень важные вещи. Мы можем на них не только смотреть, но мы можем с ними всегда взаимодействовать, меняя параметры, которые этими моделями управляют. И это переводит нас к такой несколько другой истории, чем она была раньше, когда мы только фиксировали события, которые там происходили. Но мы можем к этим моделям адресовать вопрос, а как могли бы происходить эти события, если бы какие-то параметры были сделаны, были бы устроены иначе. Например, здесь мы всегда можем подвигать рычажки этой модели, изменить ее параметры, изменить, как далеко видят агенты друг от друга. И более того, обращаю внимание, что мы в принципе можем всегда посмотреть, а какой код управляет, какой код лежит внутри этой модели, и можем, более того, любой из наших участников может внести изменения в этот код и сказать, я хотел бы, чтобы вот этот параметр менялся так, ну и посмотреть на результаты. Это такое представление о том, какие вещи, какие базовые модели, во-первых, появлялись, и каков был основной заход в этом моделировании. То есть здесь звучит это таким образом, что если я понимаю, какие основания были у поведения людей в ту или иную эпоху, если я понимаю, чем они руководствовались, то я могу доказать свое понимание, вырастив искусственное комьюнити. Вот это понятие, что мы всегда можем в настоящее время создавать системы для экспериментов, как это было, например, на поле биологии, где мы выращивали, например, кишечную палочку, мышей и так далее, то сейчас мы то же самое можем делать с искусственными сообществами программных агентов, которых мы выращиваем внутри наших компьютерных систем. И здесь важный момент и такое предложение к историкам, то есть вот первое из них было то, что само поле, которое у нас есть, в вашем распоряжении с ним можно работать, смотреть, как оно видоизменяется, как добавляются статьи. Второй момент – это среды агентного моделирования, которые мы сейчас используем в обучении наших студентов, но которые на самом деле эти агентные среды широко используются в образовании во всем мире, в России тоже, и многие из них представляют из себя очень дружелюбные, детские, понятные языки, которые строятся из визуального кода, и которые в принципе тоже монтируются на площадку, и если мы посмотрим, как они выглядят, то мы увидим тот же самый паттерн. Мы можем рычажками менять поведение агентов, мы можем смотреть на то, как меняется в результате наших действий, поведения и взаимодействия, например, этой стаи между собой, и более того, мы всегда можем получить, посмотреть код, и он доступен школьникам 5-7 класса, и никаких проблем с тем, чтобы мы такую же модель выстроили со студентами и преподавателями, по-моему, нет. Следующий язык и следующее средство, которое здесь тоже у нас представлено, это более продвинутый элемент, это снэп, потом экскритча, с которым мы тоже можем экспериментировать, экспериментировать, показывать, как, в данном случае, это агенты, представляющие московских учителей, о которых мы собираем информацию, у которых у нас есть данные, и с которыми мы потом можем строить модели, которые, возможно, будут объяснять поведение. следующий здесь же язык, еще один из языков блочного программирования, с которым легко работать, и который может сохранять и анализировать работу и поведение команд, это старлога нова, который отличается от предыдущих большей красочностью, трехмерной графикой, возможностью создавать игры, и возможностью всегда, как и для других сред, запоминать и потом анализировать поведение агентов, где, кто на поле какое действие совершил, кто куда, в какой момент времени смотрел, то есть, вся эта учебная аналитика, поведение людей на поле тоже нам здесь доступна, и с этим легко и приятно работать. Ну, и следующий момент, это вот тот язык нетлога, на котором большая часть модели в настоящее время во всем мире написана, он относится к языкам, которые используются для исследования и анализа экологических и социальных процессов, но я здесь бы показал только три, наверное, или может быть даже меньше моделей, наиболее из которых является модель сахарная, в которой исходно действовали жуки, и на площадке был разбросан сахар, и необходимо было его собирать, накапливать, и это была такая очень простая исходно модель устройства искусственного комьюнити, в котором было, то есть рассматривалось сначала только как эксперимент, как такая протоистория, но в дальнейшем оказалось, что сходные процессы происходили много в различных ситуациях исторических, и эта модель, я вот сейчас наверное заострю свое внимание на этом, эта модель потом была перенесена на несколько реальных ситуаций, в которых делают следующие ходы, давайте посмотрим, а как например, если у нас были данные в данном случае об индейцах какого-то штата, какого-то из точек Соединенных Штатах Америки, про них сохранились конкретные исторические данные, и у нас была карта того, как происходило их расселение, и вот эта модель, сахарная модель, была использована в качестве образца, в которой были подкручены некоторые параметры, и чем занимались исследователи, они смотрели на самом деле, можем ли мы подобрать параметры, которые позволят нам имитировать поведение этого комьюнити, людей, которые жили в этой территории, и посмотреть, можем ли мы примерно те же самые вещи, те же самые эффекты получить для искусственной системы. секундочку, я подвигусь без памяти, так, вот он у нас, да, секундочку, запущу процесс, как обычно, мы всегда запускаем сначала кнопку сетап, и потом по кнопке гоу мы начинаем наблюдать события, которые происходят у нас на экране. Извините, здесь у меня небольшой баг с презентацией, не сумел я его подстроить под свой экран, но тем не менее, вот общая идея и общее предложение, что мы можем потихонечку переходить от рассказов и событий к экспериментам над тем, а что бы у нас было в системе, из чего у нас могло происходить образование тех или иных паттернов, вот, кстати, говоря, мы его сейчас видим на экране, я его, да, следующая модель такого городского распределения, но общий заход во всех тех моделях, которые я показываю, это предложение их использовать для, во-первых, экспериментов, которые могут основываться на данных, а во-вторых, для того, чтобы процессы, которые у нас обычно рассказываются без подкрепления и без демонстрации, ну, либо там слайдами презентаций, попробовать, показывать и обсуждать и объяснять при помощи агентных систем, которые на основании данных, которые мы можем к ним добавлять, демонстрируют некое поведение, показывают, а как не только происходили те или иные события, но и то, как они могли происходить. Вот на этом я здесь, собственно, демонстрацию установлю, скажу еще раз, что материалы самого семинара у нас на этой странице есть, и они гораздо больше, наверное, того, чего я сейчас показал, потому что каждая из моделей, конечно, нужна в дополнительном представлении. Вот, коллеги, остановлю рассказ, но, наверное, презентацию пока оставлю с тем, чтобы можно было по ней какие-то вопросы задавать, и пояснения я чтобы тоже мог давать. Спасибо огромное за внимание. коллеги, ваши вопросы, было ли меня слышно, видно, был ли я достаточно убедителен? Спасибо, Евгений Дмитриевич, вполне убедительный, но на самом деле я понимаю, что немножечко, ну вот сейчас коллеги, Марина Евгеньевна Набокина, Елена Анатольевна Токрева, пусть пока коллеги зададут вопрос. Евгений Дмитриевич, спасибо большое, все было хорошо, видно, слышно, очень любопытно, вопрос у меня такой, скажите, пожалуйста, вот то, о чем вы рассказывали, кафедра исторической информатики МГУ занимается примерно, ну примерно такими разработками? Ой, к стыду своему скажу, что не думал про них никогда, спасибо вам огромное за наводку, это как бы наш первый шаг в сторону историков, я стыдом скажу, что не смотрел, а надо было бы, конечно, посмотреть, думаю, что многие вещи сходны, а по заходу, я больше чем уверен, что идея моделировать и смотреть и использовать компьютерные модели в образовании, она общая у всех, поэтому с надеждой скажу да, но с сожалению скажу, что не смотрел. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я могу немножко добавить про это, я немножко лучше, наверное, знаю, чем они занимаются, как, собственно, чуть больше занимающиеся гириджу-хуманитис. Значит, на самом деле не совсем, то есть у нас акцент все-таки на историю про сообщество, на историю про поведение, про моделирование этих вещей, у них в большей степени акцент на анализ исторических артефактов. на там извлечение чего-то из текста, на построение таймлайнов, вот как бы, но там методы, технологии, подходы во многом естественно пересекающиеся. И там, и там это как бы работа с некоторыми данными, но вот там в основном коллеги этим занимаются. еще вижу уроки, может быть, да, да, извините, пожалуйста, Евгений Дмитриевич, Токарев, Елена Анатольевна, спасибо большое, очень интересно было вас на самом деле слушать. Если речь сейчас шла о лаборатории Бородкина, то действительно они, да, о нем шла речь, правильно я понимаю, Леонид Иосифовича, Бородкина. Да, да, да. Да, вот, то они действительно занимаются интересными вещами, но они скорее занимаются с помощью методов моделирования, реконструкцией. И, ну, если вы понимаете, у историков, у профессионалов вообще есть такое отторжение, мы не работаем с тем, что могло бы случиться, со слагательным наклонением, это не для историков. Мы должны не столько описать нарративно, да, какое-то событие или явление, сколько должны его оценить и понять ход и последовательность, да, вот что случилось с обществом, с человеком, с этим самым комьюнити, как вы говорите. Ну, правда, очень любопытно и понятна практика применимости, чтобы продемонстрировать. Вот я для себя увидела, скажем, в учебном процессе и, может быть, даже в исследовательском процессе вариант с вашей помощью продемонстрировать, как это могло быть, то есть все равно смоделировать. А ведь вот история поведения, ну, вот простой пример, да, народники в России. Вот мы можем с вами понимать, это как мы можем работать с вашей, так сказать, даже сахарной моделью, да, и там понимать, чего народники хотели, там и так далее. Вот мы смоделировали с вами, например, задали параметры, смоделировали, вот что бы могло повлиять, чтобы народники не ходили в народ. Это для чего исследование? Вот для чего оно может быть? Понимаете, здесь есть целый ряд сомнений, или что повлияло на то, что часть народников пошли в народ. Одно дело, когда мы их считаем и понимаем, да, вот просто численность народников сама по себе тоже проблема, которая занималась долгие годы у мы историков, и там столько копий было сломано, их хотя бы вычислить, посчитать, сколько их было, хотя вот непонятное, описанное, оно уже есть. Вот как вам кажется, что интереснее здесь с точки зрения применения, да, вот ваших усилий и ваших знаний и соединенных с нами, все-таки, наверное, не столько исследовательская часть, сколько демонстрационная в практике преподавания, чтобы это было визуально представлено студентом, или я ошибаюсь? Вот помогите. Вот смотрите, спасибо огромное, потому что сам заход, когда мы начинаем перечислять от темы, а что мы могли бы вместе поделать, он уже как-то нас явно будет продвигать, что мы будем про это думать. То есть вот историки, они вот так про нас думают. Я думаю, что простые вещи, мне кажется, что начинать стоит с простых вещей, это подход к тому, что мы можем немножко менять схему преподавания и представления материалов, что все-таки это ситуация, когда нас студент, я думаю, в этом смысле не делю их на информатиков и других, потому что у всех это желание посмотреть, потрогать и посмотреть, а как я могу повлиять на то, что происходило или происходит. И это важно, ну, скажем так, для информатиков это может быть более явно дано, потому что для них вот эта работа с этими агентами, которыми они могут управлять и для которых они могут строить некие миры, в которых они существуют, это уже такая данность, мы к этому идем. Но мне кажется, что это будет интересно студентам любых направлений. И вот только хотелось бы, чтобы это были не какие-то, каких-либо, да, а очень конкретные задачи под те задачи, которые, может быть, как раз историков интересуют. Поэтому я с огромным интересом посмотрел бы на эксперименты историков на этом поле и ну и всячески вас на нем поддержу с созданием моделей. То есть ответ во многом сейчас такой, да, мне кажется, что прежде всего надо начинать с учебных задач, а не с исследовательских. Хотя, может быть, когда мы какие-то вещи будем показывать, может быть, не самые удочные были премьеры сегодня, но вопросы, например, комьюнити современных, которые работают со знаниями, собирают эту информацию в электронных библиотеках, может оказаться интересным и для не только преподавателей, но и исследователей. Спасибо, Евгений Дмитриевич. Я вот, знаете, тут среди нас есть, например, Ратищева Галина Анатольевна, это известный, очень, я бы сказала, крупный медиевист, историк, да, она занимается средневековьем, в том числе и ранним средневековьем. Я знаю, что Галина Анатольевна даже свои изумционные материалы оформляет не только текстами, но и обязательно визуально. Вот, например, она может быть сейчас подключится к нашей беседе, например, реконструкция костюма средневекового рыцаря. Вот у нас есть сейчас такие проекты, два проектных дипломных сочинений, значит, костюм раннего средневековья русского, да, мужчины и женщины есть такой проект, но они там выискивают, так сказать, как обозначить ткань, откуда она могла быть произведена, привезена, как это могло быть вышито, для какой культуры это типично, что именно в орнаменте может быть заложено, что такое, так сказать, там вот из аксессуаров этого костюма и так далее. Вот здесь мы могли бы, если это проектные работы, выпускные проектные, начиная там с первого, может быть, даже со второго курса, вот как-то наши интересы состыковать, потому что такие работы у нас, слава богу, начали появляться. И, Галина Анатольевна, если вы нас слышите, тоже вот, мне кажется, вы могли бы меня сейчас в эту минуту поддержать и как-то развить эту мысль, потому что я знаю просто ваше профессиональное устремление и, наверное, вам тоже это очень любопытный, интересный разговор. Евгений Дмитриевич, ну вот мы как могли бы с вами сотрудничать, пока Галина Анатольевна думает. Я вот пока сразу среагирую, мне показалось, что то, что вы говорите, это некое создание, ну, я сразу в свою область перебрасываю, мне кажется, что это создание трехмерных персонажей с совершенно определенными свойствами. Ну, то есть мы там про фактуру их костюмов говорим, про то, как они могли бы себя вести. Про внутренний мир их поговорить, да, про ощущения. Ну, даже не столько про внутренний мир, а сколько про то, что мы создали их, и это персонажи, которые могут потом принимать участие в поведении в искусственном мире, да, то есть, если мы будем создавать такие персонажи, которых не было нигде раньше, ну, как, вернее, мы же в основном, когда у нас появляются такие герои, они появляются откуда-нибудь с запада, но являются какими-нибудь персонажами, которые кто-то там создал. Здесь мы говорим, что у нас, в принципе, могут появляться свои собственные актеры, наряженные так, как мы посчитали нужным. И это была бы очень интересная работа на стыке. Я сразу потом думаю, что хорошо бы им и потом какой-нибудь виртуальный мир заселить. Но это уже так, наверное, как следующий по сложности шаг. Спасибо, спасибо. Галина Анатольевна, никак не поучаствуйте в нашем разговоре. Я могу поучаствовать. Меня видно, да, слышно, то бишь? Да. Очень приятно, большое спасибо, Евгений Дмитриевич. Евгений Дмитриевич, я с трудом вижу все это для себя. Пока, вот я думаю, это нужен более тесный контакт. Даже в преподавании мне всегда казалось, что я должна дать материал максимально адекватный тому времени, когда, о котором я говорю. Но, может быть, вы правы, не знаю, может быть, в каких-то учебных играх это можно использовать, но никаких, конечно, вы знаете, очень претит, конечно, разговор о том, что это можно использовать для того, чтобы выяснить, а что бы было бы, если было бы наоборот. Вот, историк любой скажет, что это настолько вне его... Да, понятно. Где его мероприятие? Вот исторические факты меняться не должны. Мы не должны говорить о том, что они могли пойти иначе. вот они были... Но с другой стороны... да, значит, что меня вот интересует, я не знаю, в какой степени вы можете помочь, действительно, в исследовательской работе, вот, у нас ведь проблема малых выборок. Малых выборок, и я знаю, что есть там рабастая система оценивания, которые помогают работать с малыми выборками, я думаю, что любой специалист-историк, у которого всегда цифры мало, да, ну, если он, конечно, не работает по новейшей истории, да, вот, он будет вам очень благодарен, если будут вывешены вот какие-то, какие-то, ну, пособия, или, как сказать, возможности, или возможности для счета, вот, по малым выборкам. Это было бы прекрасно. Это действительно помощь. Знаете, если за, там, из одного района восемь данных, из другого четырнадцать, из другого три, вот, и все это за полвека, с этим надо что-то делать, вот, это, конечно, большая для нас проблема. Галина Анатольевна, обороткин ведь в диссертации писал по Пугачевским поднотным письмам, и у него этих фильмов было, по которым он, так сказать, моделирование сделал, всего, там, шесть или семь штук, поэтому математики тоже и с этим работают, да. Да, 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 вот это, да, это малые выборки, я сама работала с малыми выборками, вот, да, как бы тоже применял арабастные оценки там всякие. Спасибо. Евгений Витович, а вы просто сейчас вот нас слушайте, мы же историки особый народ, нам очень нравится вас слушать, и мы сейчас ищем для себя понимание того, на каком поле мы можем и как взаимодействовать, и здесь какими-то коллективами, какими-то курсами, наверное, ну, мы ничего не закроем, здесь нам нужно стыковать специалистов, допустим, там, на этапе выполнения курсовой работать, ну, курсовых у нас нет теперь, дипломы работы, это должна быть вот какая-то исследовательская программа, растянутая на 2-3 года, конечно, это безумно станет интересно студентам, вы просто для себя как-то, наверное, обозначите, какой этот вариант должен быть нашего взаимодействия, и нам интересно, и студентам интересно, давайте вместе поработаем. Вот тут еще Игорь Иванович, Андрей, я передаю... Да, я вот смотрю на его руку, пока жду его вопросов. Добрый день, я могу немножко не в тему оказаться, потому что очень плохо мне было слышно, и я не все, честно сказать, уловил. Так что заранее извиняюсь, если не совсем о том. Но насколько мне показалось, вы коснулись тему, которую уже давно историки так или иначе описывали, разговаривали, дискультировали, и в рамках, знаете, вот лет 15 назад, это спор о том, можно ли заниматься альтернативной историей, а она отчасти вот с конструированием и прочее, прочее. И вообще, в результате вообще произошло некое это разделение, большинство историков действительно консервативные, они говорят то, что было, и как бы моделирование в этом плане не предполагается. А некоторые историки говорили, что все-таки можно немножко подумать о альтернативной истории, то есть о неких конструктах. Мне-то кажется, здесь есть хороший аргумент. Дело в том, что выбирая то ли иной вариант распути, видите, перед камнем, перед тремя дорожками, всегда можно понять, исследуя те или иные альтернативы, почему все-таки одна альтернатива стала реальностью, исторической реальностью. И в этом смысле мне представляется то, что вы предлагаете довольно интересное. Вот. Хотя я тоже большой скептиз испытываю по этому поводу. И еще один такой вопрос. Вы знакомы, я извиняюсь, если вы назвали, а я прослушал, с работами Савельевой, Политая, к сожалению, не все, какие-то из двух историков, живы. Это знание о прошлом. Теория истории в двух томах выходила. Конструирование прошлого так и называется. Но конструктор был, как говорится, из того, что было, почти не касаясь, возможно, альтернативы, соответственно, разного рода вариаций. Вот, как бы, такое мнение и такой небольшой вопрос. Спасибо. Спасибо огромное. Ну, вот смотрите, я тут признаю, что с точки зрения истории я про это не смотрел, с удовольствием буду смотреть, потому что подходил к этому все-таки с точки зрения вычислительного мышления и вычислительных наук. То есть, это как бы, вот мы говорим, да, с математикой, с информатикой, с какой-то идеологией было понятно и хорошо, а вот с историей и социологией это вопрос гораздо более новые, поскольку и мощности стали совершенно другими, и заходы, демонстрации того, что мы можем с этим действительно экспериментировать и получать результаты, это появилось сравнительно недавно. Хотя вы совершенно справедливо заметили, что вот такой пик особенно ярких обсуждений, он приходился лет, наверное, на 10-15 тому назад, когда это очень активно звучало и было на слуху. Но сейчас один из как бы моментов, почему я в эту сторону двигаюсь, это потому, что у нас есть площадка, где мы очень многие вещи можем между собой объединять и в плане учебных курсов, и в плане понятий и книг, и работающих, действующих моделей, которые демонстрируют нам, а как мы с этим можем действовать и жить. Я думаю, что один из результатов нашей сегодняшней встречи это то, что вы скажете, вот о не этих моделях хотелось, а каких-то других, да, то есть это сегодня звучало, хотелось бы инструментов, которые помогали бы нам работать с нашими конкретными исследовательскими вопросами, и может быть каких-то других моделей, которые будут делать вещи, скажем так, хочется мне какого понятия более простых и доступных и нам, и студентам, и более понятных в исполнении и представлении. Спасибо еще раз. Спасибо. Да, пожалуйста, Юлия Валерьевна. Спасибо большое, Евгений Дмитриевич. И мне вот, я на самом деле не буду сейчас сильно вдаваться в теорию, но мне все-таки пришла в голову следующая идея. Конечно, было бы хорошо, ну, вообще очень было бы хорошо, если бы у нас в каждом институте, я не говорю, что там лаборатория, киоск, я не знаю, как это назвать, но вот мы сейчас говорим, у нас студенты, которые занимаются какими-то проблемами, тем же вопросом, о котором сказала Елена Анатольевна, реконструкция костюма, может быть, кому-то понадобится моделирование и так далее, может быть, кто-то из преподавателей, но если мы говорим о преподавателях, то здесь, наверное, было бы уместно подготовка некого вот такого методического пособия какого-то вот с вашей стороны, которое было бы понятно, но, наверное, это должно быть пособие, как я говорю, если для историков, то уже вместе с нами, то есть мы даем какие-то параметры, вы, соответственно, делаете модели и показываете алгоритм, как работать, и, ну, соответственно, все остальные могут понять, вводя туда свои какие-то данные, это первый момент, это методическое пособие, а второе, конечно, вот вы знаете, чего нам не хватает, ну, вот у нас студенты психологической помощи, куда звонить, у нас есть институт и педагогики психологии, и специального образования психологии, но вот таких, как вам сказать, центров бы, да, куда бы студент мог обратиться, любой, ну, наш историк, а может быть, и другие студенты к вам в институт, вот кому бы можно было бы обратиться за помощью, такой уже профессиональной помощью, вот как сказала Елена Анатольевна, в подготовке своего исследования и понимания, что ему делать, может быть, за более какой-то такой подробной информацией, кто более у нас интересуется, там, цифровой историей, большими данными и так далее, работать, потому что мы же прекрасно понимаем, это не все наши обучающиеся, абсолютно не все, может быть, может быть, всем-то это и не надо, вот, поэтому вот это было бы хорошо, я просто, поймите, я как бы человек не столько теоретик, сколько практик, поэтому я сразу вижу какие-то вещи, которые бы как бы это преломить, какие-то результаты, вот, я бы так сказала, спасибо. Спасибо вам огромное, а дальше еще. Простите, вот я в продолжении, ну, чтобы, может, понятнее вам было, вот смотрите, идет, так сказать, исследовательская работа студентом, занимается она миром, внутренним, духовным, внешним миром, повседневностью, женщины-дворянки России 19 века, по материалам писем, потому что это только источники личного характера, ну, отчасти там какие-то коллекции нам дают это представление, но мир женщины, которая еще не была, собственно, недопущена там, высшее образование и прочее, он особый, он, конечно, в основном по массиву документов личного характера идет, да, вот как бы вы видели вот вашу реальную помощь, вот прям в конкретных темах, понимаете, нам это очень важно, Юль Валевна тут про пособие сказала, я не знаю, пособие должно из чего-то рождаться, просто поставить задачу, написать пособие, это, ну, наверное, не так должно работать, как нам с вами коммуницировать, как нам обращаться действительно к вам за помощью, вот Юль Валевна правильное слово нашла, и тут вот стыковаться, мы готовы даже какие-то часы за это дипломирование отдавать, там, пожалуйста, у нас могут быть все руководители, да, речь идет о ваших методах и наших задачах, если это исторические исследования, или на стыке, скажем, вот спасибо вам большое за то, что вы так понимательно к нам относитесь и хорошо нам киваете. Смотрите, во-первых, я тут не один, и понятно, что аудитория и здесь, уже и сейчас, не из одного меня, а Институт цифрового образования смотрит и слушает вас. Мне кажется, вот из таких простых, я тоже ориентирован на простые вещи, сейчас Борис Борисовичу я слово передам, от себя только скажу, мне кажется, что это может быть такой некой ярмаркой тематики в ту и в другую сторону, когда мы, например, фиксируем, мы умеем вот это, вот это и вот это и готовы под это помогать вашим студентам с решением таких задач. А от вас может быть вот такие же проекты с перечнем, для которых вам нужна поддержка магистрантов или бакалавров информационных специальностей. Вот я просто наблюдаю, что в вышке такие ходы друг на встречу другу, они работают. Может быть, и у нас здесь бы получилось, но это пока на уровне вот нашей с вами договоренности. Давайте попробуем, сделаем, может быть, какой-то практический результат появится. Борис Борисович, видел вашу руку, готов слово дать. Большое спасибо, это в науке, это в науке, которые кажутся полностью сформировавшимися, начинают входить какие-то совершенно новые методы. Я сижу, например, уже тут полчаса пытаюсь сообразить, насколько я согласен в данной ситуации, хотя я сам гуманитарий по своей кандидатской диссертации, согласен с тем, что история не знает сослагательного наклонения. Я бы сказал так, история не знает сослагательного наклонения, но историкам не грех задуматься о сослагательном наклонении, то есть понимать, что там та же история в какие-то моменты происходила, проходила через точки выбора, скажем так, когда была некая развилка, история пошла по какой-то развилке, по конкретной. Почему так случилось, вот это интересно понять. Вот у меня, например, в прошлом году писал магистрант работу, он моделировал компьютерную игру, и хорошо моделировал, у него интересный был процесс, у него там куча школьников помогала, это была такая коллективная разработка компьютерной игры, а игра была про то, как там несколько пиратов куда-то там плывут, им надо собирать какие-то сокровища, там кто-то из них выигрывал, тот, кто собирал больше сокровищ. Я вот сидел и думал, ну вот хороший процесс, интересно он там с детьми работает, но почему такой ерундой они занимаются, почему вот не изучить какой-то вот настоящий процесс, как происходило освоение Сибири, там Ермаком, там вот какие-то вот реальные, что были, были истории. Хороший очень момент поднят про малые выборки, мне кажется, это вот как раз история про это, что мы на самом деле знаем-то очень мало про историю, потому что никто не заботился тем, чтобы записать там сколько человек шло, куда пришло, почему пришло, сколько там у каждого было в кармане денег, и вот как раз эти методы, о котором сегодня идет речь, они могут помочь вырастить вот эти самые данные, помните, Евгений Дмитриевич, у нас была такая история про выращивание данных для виртуальных лабораторий, я думаю, что таким же точно макаром можно выращивать данные для исторических лабораторий, то есть понимая общую закономерность и заводя туда каких-то ключевых персонажей, понимать, какими данными они могут обрастать, то есть вот понимать, например, сколько у этого ямака было в кармане денег, то есть можно почти там со скрупулезной точностью посчитать, сколько было денег у него, сколько было денег у каждого из его вот этих вот там людей, которые были в отряде, хотя, понятно, никто это с такой доскональной точностью это не считал. Сейчас есть же очень интересные модели, вот, например, там модели про то, что если вы плывете на Титанике и вам там лет до 30 и вы мужчина и вы плывете во втором классе, то вероятность того, что вы там потонете, пойдете ко дну вот на этом Титанике составляет там 95%, и такие же данные, такую же историю можно реконструировать для каждого человека. То есть я бы так сказал, что вот вся эта история про моделирование, она про точки выбора, которые проходили конкретные люди, про которых мы знаем сейчас очень мало. Вот очень интересная история про женщин-дворянок, вот у меня уже как бы вот в голове такая рисуется тема, а вот как можно смоделировать факторы, которые, например, определяют, будет такая женщина получать образование или не будет, то есть пойдет она в Смольный институт там условно учиться или нет. И мы эту ситуацию можем как бы раскрутить на уровне модели, сказать, что вот если она там живет в Смоленской губернии, там у нее папа владелет местами душ и там мама наследует девеньку, скорее всего она кажется там какой-то институткой, там в Смольном институте, ну можно совершенно так вот как-то. И вот какой сухой остаток? Мне бы было очень интересно понять, вот существуют ли студенты-историки, которые будут писать выпускные работы, магистрские, например, которым так или иначе интересна эта тема, связанная вот с данными, с моделированием, которые они готовы применять в своих работах. Это первый раз. Первый момент. И второй момент. Есть ли такие преподаватели в институте истории, в институте коммунитарных наук, которым вообще интересно вот с такими работами иметь дело? То есть вот такая работа, где был бы какой-то аспект, связанный с данными, с моделированием, с чем-то еще. Я думаю, что вот если бы мы поняли, что такое есть, мы могли бы найти какую-то организационную схему, когда вот такой работой руководит историк-специалист от вашего института. И, например, кто-то там как консультант подключается к этой работе для того, чтобы помочь подобрать правильный инструмент. И вот из этого могли бы получаться какие-то очень свежие, очень интересные, современные темы с хорошим инструментарием, которые можно прям показать и будет здорово, на мой взгляд. Спасибо. Всего доброго. А вот Альбина Рифовна еще руку подняла. Я с вами есть слово, да? Добрый день, коллеги. Садыков Альбина Рифовна, начальник департамента информатики и управления технологией Института цифрового образования. Я по поводу вот как раз тех предложений сейчас, которые озвучивает Борис Борисович. Да, если вдруг появятся такие у вас магистранты, историки, которые готовы со своей как бы тут с исторической точки зрения рассмотреть ту или иную тему на предмет моделирования тех или иных исторических каких-то там событий, ситуаций, то все, что связано с компьютерным моделированием, то есть вот эту техническую сторону, мы можем взять на себя в том смысле, что я знаю, что масса университетов, скажем так, делают или практикуют выпускные квалификационные работы, на стыке нескольких специальностей, когда одну и ту же тему, но с разных аспектов, с разных точек зрения рассматривают студенты разных совершенно специальностей. Кто-то там как технарь, кто-то как экономист с экономической точки зрения просчитывает рентабельность того, что предлагает технарий и так далее, и так далее. И если мы с вами найдем желающих, скажем так, магистрантов, то мы можем вот такую выпускную квалификационную работу совместную создать, когда наш студент вносит свой вклад, а ваш студент, соответственно, свой вклад. И получится, что тема вроде бы одна, но рассмотренность разных аспектов, и всем хорошо, и нам опыт. И, собственно говоря, ну, я думаю, это просто интересная работа. Мы об этом уже каждый раз задумываемся, но никак не реализуем ее. Может быть, сейчас как раз пришло время, когда и попробовать вот это. И такое взаимоопыление, я думаю, на пользу пойдет абсолютно всем. И нам, как преподавателям, а уж студентам, я думаю, несомненно. Ну, вот такие мысли вслух. Спасибо. Это ужасно, ужасно. Интересно. Вот прям по заходу. Я извиняюсь, что сразу реагирую на нее, потому что мне кажется, что совместные работы магистрантов, когда они делают какую-то тему, рассматривают вдвоем, и один из них берет техническое сопровождение, в основном решает технические вопросы, а второй берет содержательные, оно всегда, во-первых, работа классом получается гораздо более высоким, а во-вторых, происходит рост интереса людей со стороны, потому что они видят, что люди думают по-разному, и это в работе всегда проявляется. Может быть, мы найдем каких-то специальных путей поддержки и мотивации студентов в эту сторону, хотя мне кажется, что оно и само по себе так интересно. И может быть, это вопрос о создании такого банка проектов маленького со стороны историков, где бы нам хотелось получить поддержку со стороны информатиков, и с другой стороны, наоборот, какие интересные вещи были бы для информатиков от других дисциплин. Спасибо большое, Евгений Дмитриевич. У нас не то, что будут такие проекты, у нас были такие проекты, и мы просто не знали, к кому обращаться. У нас действительно были студенты, которые просили подобной помощи. Просили подобной помощи. Это первое. Второе. Я думаю, что, конечно, мы рассмотрим этот вопрос в обязательном порядке, и, может быть, даже в следующем году обязательно сделаем вот такой небольшой семинар-встречу между студентами, которые, вы понимаете, нашими студентами, которые заинтересованы, и с вашими студентами, которые способны, чтобы, ну, как бы, их свести, чтобы они-то увидели друг к друге этот интерес. Ну, с нашей, безусловно, помощью. Более того, вот то, что говорил Борис Борисович, у нас студенты педагогического направления, да, магистранты, они же действительно в Московской электронной школе делают и игры, и квесты, и прочее, прочее, прочее. Ну, то есть, естественно, они делают это самостоятельно, но я думаю, что с вашей бы помощью, может быть, качество было бы лучше, я имею в виду вот этого продукта. Вот, поэтому все это возможно, и очень хорошо, что мы вот сейчас, как бы в конце года одного, но уже практически в начале следующего года учебного, вот эту проблему подняли, и понимаем теперь, как двигаться. Спасибо. Еще среагирую, если можно, коротенечко. У нас был семинар в какой-то момент, который был посвящен созданию компьютерных игр, и о аналитике этих игр. Рассказывали у нас разные люди, Ольга Максименкова была прекрасна у нас, человек, который понимает, как игры создаются, вот, может быть, нам специально семинар про вот эту игровую тематику продолжить, но пробросить ее как раз на историческое поле, потому что игры, которые изучают и помогают изучать историю, их ведь достаточно много, и они, ряд из них просто очень высокого класса. Еще вижу Ларису Геннадьевну руку, и хочу ей слово дать. Да, коллеги, добрый день. Я надеюсь, что меня слышно достаточно хорошо. Ну, во-первых, спасибо огромное за такой семинар, очень интересный, и самое главное, вы видите, как мы заинтересованы друг к другу. Даже наши вопросы, обсуждение тех или иных сторон взаимодействия уже говорит о том, что это, конечно, проблематика, имеет перспективы и очень актуально. Совершенно согласно с моими коллегами, на самом деле, один из постулапотов истории не бывает ослагательного наклонения, и дело не в том, что есть точки выбора, и нужно понимать, почему мы выбрали тот или иной путь в истории. Но все равно, даже обсуждая эта проблема, не имеется слагательного наклонения. Это то, что было. Но самое главное, еще один момент, на который бы хотел обратить наше общее внимание, это зачем изучать тот или иной вопрос в истории. Мне кажется, что не каждый факт в истории является предметом предметом даже обучения и исторического изучения. Но этот вопрос может быть дискуссионный, а вот наше взаимодействие, позвольте высказать, несколько практических идей, где на самом деле мы могли бы очень плодотворно сотрудничать. Это прежде всего и совершенно закономерно создание динамических процессов, моделей, когда бы вот как раз те платформы, которые вы представляли, могли бы визуализировать, сделать бы историю гораздо ближе, не используя предположение, что бы могло быть. Оно было, как было. Но вот это движение и трехмерное измерение давало бы более понимание глубинных каких-то причин или высвечивало бы иные грани в истории. Следующий момент, который вот Галина Анатольевна говорила о малых выборках, но поскольку я занимаюсь 19 и 20 веком, то я бы говорила о больших выборках и больших цифрах. То, что историк ни один не может охватить всю статистику. Ну, например, вторая половина 19 века и экономика, где мы имеем на самом деле уже с большими цифрами. И тут вот совершенно бы закономерно было бы обоюдное такое обоюдное выгодное сотрудничество, когда магистранты могли бы делать общие проекты, техническую сторону обеспечивает, соответственно, магистрант, заинтересованный из вашего института или вы помогаете нашему магистранту. Тут множество вариантов. А вот третье мое предложение касается вообще конструкта исторического исследования. Это мы на уровне преподавателей могли бы такой проект реализовать и создать такой конструкт вообще в принципе как некую платформу, которая бы позволяла видеть перспективы исторических исследований. Но и все остальные вещи, которые сегодня прозвучали, я полностью поддерживаю. Конечно, желательно, чтобы мы знали, кому у вас можно обратиться, чтобы с технической стороны вы могли бы нам помочь. Спасибо большое. Евгений Дмитриевич, включите микрофон. Да, виноват. А не вижу других рук. Елена Анатольевна, это у вас новая рука. Да, это моя новая рука. Евгений Дмитриевич, ну, вот я внестики директора института. Я думаю, что коллеги тут с нескольких кафедр, они всегда, если такая потребность реальная будет, на этапе научных изысканий исследовательских проектов или выпускных квалификационных проектов наших студентов, мы найдем, как состыковаться. Вам спасибо огромное для сегодняшнего такой интересный разговор. Вот как состыковаться нам семинары с вами организовывать. Потому что часы делить на ВКРе, там крохи, что там, 15 часов, а работа-то серьезная. Наверное, не так это нужно делать. Вот я как бы беру на себя обязательство аккумулировать, да, конкретные интересы конкретных преподавателей, если такие возникнут, и обращаться, например, к вам. Да? Ну, обратитесь ко мне, мы потом, если, что, разрулим как-то эту ситуацию в любом случае. Потому что там могут быть разные какие-то темы, не связанные с Евгением Дмитриевичем. Может быть, они на кого-то еще будут пересекаться. Да, Екатерина Владимировна, вот это очень хорошо, что вы нам тоже помогаете в этом процессе. Давайте мы попробуем, ну, хотя бы с чего-то начнем, потому что нам это интересно. И еще раз спасибо большое за сегодняшнюю встречу. Я закончила. Спасибо, коллега. У меня маленькое такое, действительно, вот было предложение, я так его себе проговорил, а спрошу, было бы интересно продолжить семинар, вот как он есть, про данные, да, но его перетащить тема вот игровых ситуаций и компьютерных игр в образовании, но именно переломить его в сторону исторического образования, либо гуманитарного образования, потому что такая возможность у нас есть. Мы бы тогда эту тему с историками продолжили бы, чтобы не забыть ее через месяц. Да, поддержим, с большим удовольствием. Спасибо. Коллеги, Игорь Михайлович. Да, коллеги, спасибо. Я очень с большим интересом прослушал эту дискуссию. Мне кажется, что здесь все чувствуют что-то лежащее, как бы сказали наши коллеги-психологи, в зоне ближайшего развития. Что такое зона ближайшего развития? Самое простое определение это то, что ребенок не может сделать самостоятельно, но может сделать вместе с взрослыми. И здесь такая зона ближайшего развития отнюдь не только для историков, но и для тех, кто занимается компьютерным моделированием в том числе. Взаимная зона ближайшего развития. отвлекаясь, я помню прекрасное определение, что если зона ближайшего развития для ребенка это то, что он может делать взрослым, но не может делать самостоятельно, то кто-то пошутил, что для взрослых тоже есть зона ближайшего развития. Это то, что они не могут делать самостоятельно, но могут делать вместе с Богом. И в этом отличие взрослого от ребенка. Но это так, небольшое отвлечение. Вот мне кажется, воркплан, чтобы это перевести, мне кажется, Елена Анатольевна вот очень хороший пример с народниками привела, то есть, когда мы, например, хотим разобраться, ну я не знаю, я не специалист в этой теме, но, например, почему народническое движение в итоге снизошло на нет во втором десятилетии двадцатого века. И, наверное, есть куча факторов, которые к этому привели. То есть, мы уже знаем как бы исторический исход, но хотим разобраться в тех исходных предпосылках, говоря как бы историческим языком, или тех предикторах, говоря компьютерным языком, почему это произошло. И дальше вот здесь, мне кажется, хороший момент моделирования. Когда есть свершившееся историческое событие, но мы хотим поиграть теми факторами, которые привели к его исходу, для того, чтобы разобраться, а какая гипотеза может быть сформулирована в отношении наиболее влиятельных факторов. Вот выявление наиболее влиятельных факторов, мне кажется, это как раз вот такое место компьютерного моделирования, которое может быть полезным с точки зрения понимания того, как эти инструменты могут быть использованы в исторической сфере. Я думаю, что на самом деле, Евгений Анатольевна, определить какую-то дату, когда руководители магистрских программ, научные руководители, которые работают со студентами, они чувствуют, что в такой-то работе есть соответствующий потенциал. И дальше дадут по одному-два предложения по работам, где, наверное, этот потенциал можно развивать. Ну, условно говоря, до 15 сентября, я не знаю, какая-то дата, или там до 29 сентября, уж точно в октябрь поздно, значит, дадут какую-то дату, когда такие работы можно отобрать. После чего организовать семинары, посмотреть перечень вот таких кандидатных работ, в которых может быть применено компьютерное моделирование. Ничего страшного, если из этого перечня останется только половина или даже треть, а может быть, еще меньше. Если мы сделаем качественное приложение этих инструментов для так хорошо отобранных работ, вполне окажется очень хорошим приложением всех наших усилий. Я думаю, что университет вполне мог бы найти дополнительные средства, чтобы эту дополнительную нагрузку также профинансировать. Вот Екатерина Владимировна сразу взяла на карандаш, чтобы этот вопрос поднимать в нужных местах. и таким образом мы бы в первую очередь могли поддержать работу преподавателей, которые возьмутся этим заниматься, понимая, что это некоторая дополнительная нагрузка в том числе. У меня все. Спасибо. Спасибо огромное. Безуподнятые руки. Юлия Валерьевна. Да, да я как раз хотела сказать о том, что может быть здесь и не в нагрузке дело, потому что у нас же все-таки есть по положению о выпускных публикационных работах есть так называемый проект, в котором может быть и два автора. Да, совершенно верно. То есть один автор историк, другой автор. То есть это может быть работа двух авторов, двух магистрантов, а соответственно руководители научные, безусловно, ну например, я руководитель и Евгений Дмитриевич руководитель, он руководит своим магистрантом, я руковожу своим магистрантом, но мы коммуницируем и делаем одну работу. Ну я не знаю, может быть такой вариант тоже возможен. Спасибо. Ну это как... Да, мне кажется использование студентов в качестве таких липких социальных объектов, которые нас объединяют, будет очень полезным и интересным. Так, у Игоря Михайловича вижу поднятую руку, но наверное он ее уже просто не опустил. и опустил, когда по дате договоритесь. О! А нас 15 сентября очень даже устраивает, Игорь Михайлович. Хорошо. Ну я тогда не буду сейчас столбить, как бы, что следующий семинар июня у нас будет с историками обязательно, но мы будем про них думать, любить их и не забывать. А мы будем любить вас и всегда про вас помнить. Хорошо, Калина, я думаю, что мы найдем способ. И не будем уходить от традиции, 27 сентября тогда, у нас все-таки последняя среда месяца, чтобы нам не... Июня. А июнь у нас будет не исторический, июнь у нас будет наверное подведение как-то итогов года, там мы подумаем над темой, но мы пригласим историков, вдруг им будет интересно не только специальный семинар слушать, но и вообще с нами. Да, мы к 15 сентября такие средства не аккумулируем, вы свои, а 27 мы можем уже обменяться и просто профессионально поговорить. Ну да, да, более, да, чтобы были прям руководители ребят, да, и может быть даже самих ребят магистрантов позвать, потому что это интересно, когда они тоже послушают что-то такое. Ой, не только магистрантов, у нас и бакалавры есть. Ну и бакалавров тоже, да, да. Спасибо. Спасибо.